Past Simple Active Voice Past Simple нам известно, как переводится, это простое, прошедшее время. Past – это прошедшее, Simple – это простое, Active Voice – это активный залог. Но прежде чем мы с вами разберем примеры, давайте с вами посмотрим разницу. В чем разница Active Voice – активного залога, и Passive Voice – пассивного залога. Итак, когда мы говорим о временах, то мы обычно используем обычную конструкцию, свойственную для каждого времени. Это Active Voice – действительный залог. То есть, все, что мы говорим, любые предложения, это Active Voice, как правило. Например, я думаю, I think – я в настоящее время, I thought – в прошедшем времени. Я делаю это – I do it, я сделал это – I did. Например, я вижу это – I see it, и прошедшее время – I saw it. То есть, правило вполне простое. Если мы говорим о Past Simple Active Voice, мы просто используем вторую форму глагола. As you know, как вы знаете, English verbs, английские глаголы can be, могут быть regular, а правильное – and irregular, и неправильное. И здесь нужно знать, какой глагол правильный и какой неправильный. Все. Что такое Passive Voice? What is Passive Voice? Смотрите, также бывают предложения, где не кто-то совершает действие, а действие совершается кем-то или чем-то. И это называется Passive Voice. По-другому называется страдательный залог, или же, как часто называют, Passive – пассивный залог. Например, я закончил работу. I finished work. Это обычное предложение, а если эта работа была закончена мной, то есть, кем-то, чем-то, тогда это пассивный залог, и образуется was, were плюс третья форма. Получается, the work was finished by me. Вот и все. Это и есть Passive Voice. А так, в основном, это Active Voice. Давайте еще раз посмотрим дополнительные примеры. Pass Simple Active and Passive Voice. Значит, пример Pass Simple Active Voice. Я сделал эту работу. I did this work. Скажем, также приведенное предложение выше в пассиве. Пример. The work was done by me. Все просто. То есть, если кем-то, чем-то, то мы используем пассив. А так, в основном, это Active Voice. И нужно просто знать неправильные глаголы. You need to know. Вам нужно знать what verbs are regular and irregular. Какие глаголы правильные и неправильные.